Валерий Анатольевич, как сложился матч для вашей команды? Матч, который мы ждали и смотрели, как играет локомотив. Команда очень перспективная, быстро организованная. Но я бы сегодня хотел качество футбола меньше всего затрагивать, а морально увлевать почему? В Пензе играли, в Болоте, тренировались в Болоте. Сейчас на достаточно сложном искусственном поле команда с трудом приспособилась, хотя и не до конца. Сейчас у половины игроков задние игроножные все прихвачено. Поэтому я просто хотел бы выразить слова благодарности команде за то, что они проявили и выиграли этот матч. Матч был тяжелый, мы его ждали. Довольны реализацией момента? В принципе, по большому счету, мы сегодня не так многое создали, но реализовали, поэтому да, довольны. Ваш вопрос, коллеги? Вы говорили, что матч сегодня не ждали. Получается, Калуга самый главный соперник для вас? Это вы сказали, что Калуга для нас самая главная. Я вообще не разделяю, когда играем каким-то, допустим, следующий еще сильнее, следующий еще сильнее. В каждом матче всех уважали. Просто я говорю, что мы смотрели, изучали Калугу и видели, что будет очень трудно. Вот что я скажу. После второго пропущенного мяча Калуги показал, что совсем команда становилась так и есть. То есть вы поняли? Во многом, да. Здесь в сознании уже сохранить то, что есть. Сейчас ваша команда, может сказать, на ходу? Нет, я такого бы не сказал. Вот эти матчи мы провели достаточно ярко. Сегодня качество не очень было, я уже объяснил причину. Сейчас основное, в общем-то, восстановить игроков и связание-то дома тоже непросто будет. Сейчас сработаем, в основном, на восстановление. Еще раз. Как сложился мяч, товарищ Калугиевич? Ну, сложился не совсем удачно. В самом начале мы пропустили такой необязательный, неожиданный для нас мяч. Потом команда приложила максимум усилий, чтобы ситуацию исправить. Второй тайм мы начали в атакующем ключе, имели моменты. Но спасти эту игру нам не удалось. Оказалось, что сегодня очень много ошибок было в середине поля. Связано это с силой факела? Я думаю, что это в первую очередь связано с уровнем борьбы. То есть ребята стремились на каждом участке поля завязать борьбу соперника, не давать их поднимать головы. Поэтому в таком темпе, естественно, ошибки не происходят. Можно оценить в поле Калуга на фоне вот такой команды сильный покел? Ну, я думаю то, что по уровню игры мы ненамного уступали. И в некоторых каких-то моментах мы даже превосходили соперника. И в плане самоотдачи я только своих парней могу похвалить за этот матч. То, что до последних минут все же стремились к чужим воротам. И хотели хотя бы сделать так, чтобы забить мяч или сравнять игру. Но вы должны понимать, что у факела есть определенные задачи. И сегодня определенные сложности у нас были в определении тех или иных правил на футбольном поле. То есть где-то судья в конкретных ситуациях в нашу сторону судил таким образом, а в другую сторону он судил совершенно противоположным. Здесь, помните, на первых минутах был момент с выходом один на один. Бакулич перебрасывал вратаря и вратарь врезался в него. Вспомнить матч с Курском нам назначили пенальти. Здесь свисток судьи молчал. Ну и те же нарушения где-то в середине поля. Все время почему-то было в нашу сторону. Статистику мы, конечно, подведем и посмотрим. Но неоправданно, что больше фолов оказывается у той или другой команды, который ведет равную любую. Ваш вопрос. Владимир Владимирович, сложилось ощущение, что сегодня не хватило экологии физики. Начинали первые 10 минут бодро в одном темпе, потом подсаживались. Ну, я думаю, что тут дело не физически. Все же мы все игры проводим в хорошем ключе. И последние две игры мы выиграли. Некоторые наши игроки, они молодые. В таком графике немножечко подустали. Но те же замены, которые мы провели, они привели к тому, что команда все же темп держала. Поэтому сказать о том, что у нас проблемы в физике, я бы не сказал. Сегодня скажешь замены. Команда достаточно серьезно перестраивалась в атаке. Насколько в целом эффективно эта атака сыграла? Потому что как таковых опасных моментов было у кого-то совсем немного. Я скажу, что это определенный класс команды, когда она может по ходу матча перестраиваться от одной схемы к другой. Насчет моментов у Факева было много моментов. Нет, но в целом как команда перестраивалась. Вы понимаете, что когда команды две играют и проводят равную борьбу, моментов немного возникает у тех или у других ворот. Поэтому тут нужно статистику посмотреть и говорить категорично, что те замены, которые мы делали, они не создавали голевые моменты. Это неправильно. С полотенкой что-то случилось? Почему не вышло? Ну да, был не совсем здоров. И мы считаем, что у нас в команде есть равноценные замены. Поэтому мы выпустили того игрока, который был сегодня лучше готов. Есть еще вопросы? Прошло уже почти половину чемпионата. Калуга стояла перед собой изначально довольно высокую задачу. По тому результату, по тем количествам побед и очков в таблице, насколько сейчас реально ее выполнят на ваш взгляд? Мы все равно будем стремиться. Вы еще понимаете, что будет большой перерыв между двумя этапами. И в этот период можно укрепить состав и улучшить подготовку команды. И в весеннем чемпионате навестать упущенное в любую сторону. Спасибо. Спасибо. Спасибо.